Всем привет! Выезд мужчин из Украины в последнее время стал самым актуальным вопросом. Все сейчас ждут, какие будут изменения в правилах выезда и боятся, что так же, как и со срочкой от мобилизации недавно, все может измениться буквально за один день. И действительно, 11 августа 2023 года уже появились первые изменения, которые повлияют на выезд за границу мужчин. И думаю, что это не последнее изменение. Что уже изменилось, а чего стоит ждать, обсудим в данном видео. Выезд мужчин из Украины. Изменения с 11 августа 2023 года. Начну с хороших новостей и изменений. Да, вы не ослышались именно с хороших. Как оказалось, правила выезда могут измениться и в лучшую сторону тоже. Совсем недавно было принято постановление Кабинета Министра Украины номер 840 от 11 августа 2023 года, согласно которому были вынесены изменения в пункт 2.6 правил пересечения государственной границы гражданами Украины. И по которому расширился перечень лиц, которые теперь получат право пересекать государственную границу. Да, именно расширился. Теперь больше людей смогут выехать из Украины. И давайте разберемся, кому же повезло, кто ранее выехать из Украины не мог, а сейчас уже может после последних изменений. Сами изменения звучат как-то странно и непонятно для обычного человека. Ну, не буду слишком долго их вам цитировать, а сразу разберу этот ребус. На самом деле, изменения означают, что помимо всех нам известных оснований для выезда из Украины, для мужчин, для сопровождения кого-либо из инвалидов, правила выезда имеют также и другие военно обязанные, у которых есть право на отсрочку, кроме определенной категории лиц. И вот этот перечень лиц, у которых хоть и есть право на отсрочку, но права выезда нет, сократился. После последних изменений все так же, к сожалению, не могут выезжать из Украины студенты, аспиранты, докторанты, научные и педагогические сотрудники. Однако, получили право выезда те, у кого близкие родственники, муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной, полнородный, неполнородный брат или сестра, погибли или пропали без вести во время несения военной службы, во время действия военного положения в Украине, во время АТО, как в составе регулярных частей, так и в составе добровольческих объединений. Значит ли это, что любой, у кого близкий родственник погиб от отстрелов во время войны, теперь сможет выехать из Украины? К сожалению, нет. Просто доказать гибель близкого родственника от отстрелов недостаточно. Право выезда у вас появляется только если он погиб или пропал без вести во время несения военной службы, во время действия военного положения на Украине или во время АТО. И только если это ваш муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной, полнородный или неполнородный брат или сестра. Какие документы нужны для новой категории лиц, которые получили право на выезд за границу с 11 августа 2023 года? Для того, чтобы получить право на выезд из Украины, вы должны подтвердить ваши родственные связи с погибшим или пропавшим без вести. Это подтверждается вашими свидетельствами о рождении или о браке, смотря кто из родственников у вас погиб. Также вы должны подтвердить, что он был военнослужащим во время АТО или военного положения и погиб или пропал без вести во время несения военной службы. Четкого перечня документов, которыми могут подтверждаться эти факты, нигде не указано. Но исходя из банальной логики, можно сделать вывод, что это могут быть такие документы. Документы Решение суда о признании вашего родственника умершим или пропавшим без вести. Выписка из приказа по строевой части об исключении военнослужащего из личного состава части в связи с безвозвратной потерей. Корешок уведомления семьи погибшего о смерти военнослужащего. Если у вас вообще нет никаких документов о том, что ваш родственник, который был военнослужащим, погиб, но вы четко знаете, что это так, то рекомендую обратиться с адвокатским запросом в военной часть, где он служил, или в ТЦК и СП, к которому он приписан, или в Минобороны с просьбой предоставить документы о его гибели. Я уже делала подобные запросы для одного парня с целью получения им отсрочки от мобилизации на этом основании в дальнейшем. И выписку из приказа по строевой части нам дали, так как это оказалось весьма действенно написать письменный запрос. При этом до этого, как выяснилось, позже родственники примерно полгода не писали никаких запросов, просто ходили по военкоматам, хотели там что-то получить и не могли. Оказывается, письменный запрос делает многое. И, кстати, вам это понадобится и для дальнейшего оформления каких-либо выплат. Дорогие слушатели, а среди вас есть родственники военнослужащих, которые погибли или пропали без вести во время войны в Украине? Выезжать за границу пробовали? Возможен ли выезд за границу, если не был в военкомате и не оформил отсрочку? После последних новостей в средствах массовой информации, все больше всего боятся изменений, что запретят выезд за границу тем, кто не оформил отсрочку в военкомате, или запретят его без военного билета, или также, как сократили перечень лиц, которые имеют право на отсрочку, теперь выезд за границу будет зависеть от того, есть у инвалида, которого вы хотите вывезти другие родственники или нет. На данный момент пока преждевременно разводить панику на этот счет. Документы из военкомата для выезда за границу все так же пока не нужны. Все так же неважно, оформили вы отсрочку от мобилизации или нет, и сохранилась ли она у вас после последних изменений или нет. Все так же выпускают за границу инвалидов или сопровождающих с инвалидом при наличии всех необходимых документов для выезда без военного билета и без оформленной отсрочки. Но вот надолго ли это? И что имели в виду наши представители в РАЛАСТе, когда говорили о том, что хотят создать какую-то единую базу с военкоматами, чтобы проверять подлинность выданных ими документами, пока неизвестно. Возможно, просто на границе будут иметь возможность проверить, выдан этот документ конкретным военкоматам или нет. Но, как я говорила ранее во многих видео, сейчас для выезда за границу документы из военкомата не нужны, кроме случая, когда вы выезжаете как полностью непригодный к воинской службе, и, возможно, они хотят проверять эти случаи. Но не исключено, что под этими благородными словами кроется и то, что скоро военный билет будут требовать на границе, или также станут выпускать не всех, кто хочет сопровождать инвалида, а только тех, у кого есть отсрочка от мобилизации. У нас действительно все может измениться буквально за один день, но пока каких-то критичных изменений нет. Поэтому, если вы планируете выезд из Украины в ближайшее время, лучше выезжайте сейчас, пока правила выезда не поменялись и не нужно куча каких-то дополнительных бумажек получать. Потому что риск этого есть. Дорогие слушатели, а как вы считаете, ужесточат ли правила выезда в ближайшее время? Или просто нагоняют панику? Давайте обсудим в комментариях. В этом видео я рассказала об изменениях в правилах выезда из Украины, которые уже случились и которые могут быть в ближайшее время. Также на данном канале есть множество видео о практике выезда из Украины и об отсрочке от мобилизации. Советую всем ознакомиться. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям. По возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите. Все пожелания будут учтены. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко. И мой видео-сюрприз. Ответ на вопросы подписчиков. Мой ответ. Для понимания, давайте разграничим право внука выехать за границу и право на отсрочку от мобилизации. Исходя из вашего вопроса, я понимаю, что вас интересует именно выезд внука за границу для сопровождения бабушки 86 лет. Скажу сразу, он не зависит от того, какие родственники у бабушки еще есть. От этого может зависеть его право на отсрочку от мобилизации. Но на выезд на данный момент это никак не влияет. Также выезд за границу для сопровождения бабушки 86 лет просто по возрасту или по совместной прописке невозможен. По возрасту он в принципе невозможен ни с кем. А по совместной прописке только с родителем или родителем жены. И все, бабушка тут ни при чем. Это более дальняя степень родства. Список документов необходимы для выезда за границу для сопровождения бабушки. Или ее документы об инвалидности первой или второй группы. Справка МСЭК не годится. Нужна пенсионная с указанием группы. Или удостоверение инвалида с указанием группы. Или, если их нету, справка врачебной комиссии ЛКК о том, что бабушка нуждается в постороннем уходе. Плюс акт установления факта осуществления ухода внуком за бабушками. Это более легкий вариант. Не зависит от уровня дохода нуха. Или же справка о получении компенсации по уходу внуком за бабушкой. Этот вариант не рекомендую. Сложнее получить, чем акт. Иногда невозможно. И только состав первая-вторая группа инвалидности или ЛКК, плюс оформленный уход по одному из документов, которые я перечислила, даст внуку право выезда за границу вместе с бабушкой. Продолжение следует...